Это только начало. — Так, ты знаешь, неоптимистично, видя цифру 1812. — Нет, нет, поступало Рождество, всех, кого надо, выгнали. Почти декабрь. И граф Шереметьев вместе с друзьями ужинал в своем имении. Стояла лютая стужа, как мы помним, по картинкам изображающих французов, которые пытаются выбраться из России, в которую они так триумфально входили. — И вот граф Шереметьев, естественно, невзирая на войну ужина с друзьями, и вдруг открывается дверь, и нет, входит не французы, входит садовник графа Шереметьева и приносит графу его друзьям, напоминая 200 лет назад с лишним, свежую землянику. Каким образом садовник графа Шереметьева вырастил эту клубнику или землянику, остается запорошенной тем снегом тайной. Но граф ему на это сказал, в общем, проси за такие дела, что хочешь. И крепостной садовник его попросил, естественно, вольную. Звали этого наверняка стратегически продуманного человека, но безусловно талантливого, Петр Елисеев. Так Елисеевы стали вольными людьми за 50 лет до отмены крепостного права, ну и разным образом сбавлялись. Там кто-то из потомков того самого Елисеева продавал апельсины на петербургских улицах, в общем, покупал апельсины, ходил по улице, продавал их по копеечке, один апельсин копейка за 2 копейки, 3 апельсина. Ну, в общем, такой нехитрый маркетинг. Видимо, ему удавалось это продавать довольно тоже успешно, потому что еще через несколько лет Елисеева открыли первую небольшую лавку, а в 1901 году появился огромный магазин на улице Тверской, который вот до сих пор, несмотря на годы советской власти, безвремени и бесправия, по-прежнему называют Елисеевским. И вот, ну, у магазина Елисеевский тоже там своя огромная история, я обязательно о ней как-нибудь поведаю, просто не о том сейчас хотел сказать. В общем, магазин Елисеевский закрывается. Его действительно называли Елисеевским еще в годы советской власти. Он был так немножко побогаче остальных, то им там можно было иногда купить какие-то штучки. Я в какой-то момент заходила, и, знаешь, что поражает? Богатство, убранство и килька, которая стоит. Да, да, да. То есть особо вроде бы ничего нет, но есть килька и лепнина. И это, конечно, удивительно. Это так. В общем, советский Елисеевский действительно работал в том же самом магазине, в котором работал роскошный магазин деликатесов купцов Елисеевых на Тверской. Вся, все убранство и вся лепнина сохранилась. Она действительно довольно занятным образом соседствовала с килькой и водкой-селедкой. И до сих пор пока еще соседствует. Но сейчас там примерно то же происходит, что в последние годы советской власти. То есть так шаром покати на некоторых привалках навалены какие-то продукты, которые еще не успели продаться. Которые, видимо, даже не продадутся. Но, в общем, никакого нового завоза нет. Да, у Елисеевского после крушения советской власти в нашем отечестве была история довольно такая причудливая. Там им владели то одни, то другие. Там был такой памятный многим москвичам магазин «Седьмой континент». По-моему, он там когда-то находился. В общем, чего там только не происходило. Но сейчас Елисеевский закрывается. Вся такая москвоведческая общественность несколько этим встревожена. Потому что, как всегда, нам ничего не рассказали. Что там будет с этим Елисеевским? Какая судьба его ждет? Естественно, так наиболее эмоциональная часть переполошилась. Типа, а где же будет наша лепнина? А что же будет с Калабуховским домом? Что будет с паровым отоплением? Да, где мы будем кильку на Тверской покупать? В общем, я пока не присоединяюсь ни к паникерам, ни к тем, кто говорит «А, хуже не будет». И призываю просто нас всех подключиться к наблюдению за Елисеевским магазином. И хочу сказать, что я лично этого дела не оставлю. И буду наблюдать за тем, что происходит с Елисеевским. А вам регулярно докладывать. Вот такой резолюшн хотел бы сделать в эфире «Серебряного дождя». И, естественно, мы будем следить за всем, что происходит с Елисеевским магазином впредь. Ну, а дальше у нас сегодня по программе все как обычно. Не переключайте радиостанцию «Серебряный дождь». Мы совсем скоро вернемся в эфир. И вернемся к нашей регулярной рубрике «Сокровища нации». Следующее сокровище спрятано у нас в Оренбурге. И это не платок. Нет, платок не выпихнешь. На YouTube-канале идет трансляция в студию. Присоединяйтесь к YouTube-каналу «Серебряного дождя». Так, а скажи, Володь, я пропустила этот факт. Калуша, у тебя жеребьевка есть какая-то или нет? Нет, да? А ты мне вначале говорили, что у тебя что-то есть, но никто ничего не прислал. Не-не-не, что-то одолевали, но решили не делать. Так, мы звоним в Оренбург. Не, звоним-то не в Оренбург. Звоним в Москву. Звоним в Москву. А спрятано было в Оренбурге. А новое сокровище в Оренбурге? А, все, в Оренбурге. Которое еще не находили, которое еще не искали. Да. Откроют очередную азбуку вкуса или другой премиальный сетевой магазин. Да, ради бога. Я так понимаю, что там просто меняется владелец площадки. Мне тоже кажется. Миниалы и паруса, а просто что-то другое будет. Вообще было бы хорошо там открыть, даже не знаю, что. Ничего, магазин, да, магазин, да, магазин, кафе такое милое. С 901 года там магазин, пусть и будет магазин. Просто я не уверен, что будет хуже, потому что он был довольно мерзкий в последние годы. У него ассортимент там удивительный, конечно. Совершенно несоответствующий, да? Булная жопа. Ну, вообще. Ну, там пустынь. Это только начало. Это только начало. Я Владимир Раевский. Мы продолжаем. Итак, наша традиционная рубрика «Сокровище нации». Напоминаю ее хитро-нехитрые правила. Каждый раз перед эфиром, либо я в Москве, либо вы, наши дорогие слушатели, где-то в городах, в которых вы живете, мы все вместе прячем какое-то одно сокровище, которое само собой, само по себе ничего собой не представляет. Это обычный какой-нибудь магнитик, открытка или что-то. Но спрятано оно в каком-то примечательном месте, опять же, Москвы или любого другого города. Я зашифровываю в загадке местонахождение этого сокровища, а вы его находите. Тот, кто находит, тот, кто первым обнаруживает сокровище, фотографируется, с ним присылает нам селфи, получает призы от радиостанции «Селебряный дождь» и от наших друзей и партнеров. На прошлой неделе сокровище было спрятано в Москве. Я думал, опять, что я всех обхитрил. Но его нашли сразу к концу эфира. Прямо вот под конец эфира нам прислали селфи с ним. Я вынужден был вас разочаровать, но не дал вам ответа на вопрос, который, возможно, еще кого-то домучивал. Где же спрятано это сокровище? А также мы не связались с победителем. Все для того, чтобы сделать это по-хорошему, неделю спустя, то есть сейчас. Итак, сокровище было спрятано в следующем месте. Однажды отделочный слой, не сумевший сдержать себя, явил нам, москвичам, москвича. Этот москвич любил как минимум две вещи. Звездное небо над головой и моральный закон внутри него. Нет, шутка. Сжатый газ и немецкие машины. Об этой любви нам сообщает чуть было не утерянное свидетельство. Прямо под этим свидетельством кондиционер, который портит все дело. Прямо на нем найдите магнитик серебряного дождя и шлите скорее селфи с ним. У нас на линии Сергей. Наш слушатель Сергей, доброе утро. Доброе утро. Сергей, здравствуйте. Я поздравляю вас. Вы спустя буквально полтора часа после объявления задания взяли и нашли этот магнитик. Как вы это сделали? Ну, все было очень просто. В принципе, ну, как говорит, самое простое задание. Это самое сложное, но ответ на которое знаю. Как ты? Ну, в общем, слова «оделочный слой», не сумеющий сдержать себя. Сначала меня потолкнули на мысль о какой-нибудь фреске, иконе. Там, о иконе Николая Чудотворца на башне Кремля. Ага. Вот. Но дальнейшее задание, конечно же, это все перечеркнуло. И я подумал о вывесках над магазинами или конторами, которые сейчас скрываются. Но единственная мне известная вывеска, которая гласит об инженерном уклоне ее владельца, это была вывеска в Кривколенном переулке заводской технической конторы инженера Фалькевича. Вот, собственно, туда я и устремился, несмотря на то, что опаздывал на работу. Нашел заветный магнитик и селфи. И вуаля, приз у меня. Сергей, сказочная история. И в очередной раз поражаюсь тому, насколько наши слушатели умнее меня. Но это не так. Бывают задания, которые очень трудно разгадать. Ну, как здорово вы с этим расправились. Буквально за считанные какие-то полтора часа. И ведь все вы правильно сделали. Так что эти аплодисменты вам и мой вам респект. Спасибо большое. Спасибо огромное. Сергей, будем еще прятать в Москве, а вы ищите и находите. Обязательно. Спасибо. До свидания. Счастливо. Пока. Ну что же, Сергей во всем прав. Кроме того, что эти вывески не сами по себе находятся, а их находят. Есть такая команда. Она называется «Труд коммунно вспомнить все». Это замечательные московские ребята. Совершенно уникальная команда людей, которые находят и восстанавливают чудом сохранившиеся старинные городские детали. Как правило, это вывески магазинов. Но к ним же относятся к этим деталям и дореволюционные люки, решетки. И недавно, в прошлом году, отреставрировали столбик на воротах 19 века. В общем, поняли они, что ждать милости от, я уж не знаю, от кого обычно ждут милости в городе, не приходится. И надо просто скидываться деньгами и реставрировать эти вывески. Они сотрудничают с очень крутыми реставраторами, очень крутыми историками, архитектурами, краеведами. Поэтому каждый раз, когда вывеску находят, ее реставрируют так, что венецианская хартия просто сбывается на месте, что бывает нечасто на московских улицах. В общем, все вывески, которые находят труд коммуна, восстанавливаются на самом высоком уровне. Ну, в 19... в 2000... в 2015 году ребята нашли... действительно отвалился кусок штукатурки. Это тот самый отделочный слой, не сумевший сдержать себя. И в кривоколенном переулке обнаружились какие-то тусклые-тусклые буковки. Но труд коммуна вспомнит все, взялась за эти буковки со всем пылом. И выяснилось, что под ними скрывается... под этим отделочным слоем скрывается фантастической, невероятной красоты вывеска. Которая гласит заводско-техническая контора инженер Фалькевич. Это 20-е годы, времена НЭПа. Но сама вывеска сделана шрифтом, который, безусловно, возвращает нас в эпоху модерна, в еще довоенную, в смысле до Первой мировой войны, эпоху вот такого отношения к дизайну, которое в нашей стране называется словом модерн, в Австрии Сицессин, в Германии и в Латвии, например, Югенштиль. Вот такие буквы. Видимо, человек, который одновременно стоял и в новом времени, и, безусловно, в своих эстетических пристрастиях оставался в старом. Любой дизайнер позавидует нынешней красоты. О, да, это правда. Это просто чудо типографики. Чудо. И вот никто не знал об этом человеке, пока не отвалилась штукатурка, и пока труд коммуна вспомнит все, не восстановил эту вывеску. Об этом человеке стоило узнать. Итак, Самуил Фалькевич, открывший контору в доме номер 14 по Кривоколенному переулку. Всем рекомендую туда догулять и посмотреть на нее воочию. В 1904 году этот господин по имени Самуил Фалькевич поступил на учебу в Бауманку. Тогда она, конечно, так не называлась. Она называлась Императорским Московским Техническим Училищем. Выпустился. Это было действительно фантастическое учебное заведение, которое готовило лучших инженеров своего времени. Инженерная школа русская в начале 19 века и в конце... в начале 20 века, простите, и в конце 19-го была на невиданных высотах. Просто представляете, что... Ну, представьте, что русские инженеры соответствуют примерно американским и китайским инженерам, которые сейчас трудятся где-нибудь там в Кремниевой долине, работают в крупнейших компаниях, которые сейчас делают компьютеры, мобильные телефоны, искусственный интеллект. Вот представьте себе, что... Отмотайтесь на 120 лет назад, и представьте себе, что русские инженеры соответствуют вот этому уровню развития технической мысли. Вот к этому поколению относился и Самуил Фалькевич. Он окончил Бауманку. После выпуска устроился работать на кислородный завод Ивана Мохова. После этого так там успешно работал, что стал его совладельцем. Видимо, семья тоже располагала кое-какими средствами. И стал постоянным членом Московского отделения Императорского Русского Технического Общества. Это в этом техническом обществе, которое действительно было, как, опять же, если чему-то подобить, как какая-нибудь крутая кофейня где-нибудь в Сан-Франциско или в Сан-Хосе, где встречаются молодые технические интеллектуалы. Вот там, в этом техническом обществе, Фалькевич познакомился с Яковом Древицким, который был промышленным инженером, и который был страстно, просто фанатично увлечен такой новинкой 20-го века, как автомобили. Естественно, Фалькевич тоже заболел новым техническим новшеством, понял, что за дизельным двигателем есть будущее. И они открыли в Москве автошколу. Называлась она «Курсы шоферов Древицкого». Она носила имя Якова Древицкого, но на самом деле Фалькевич тоже в ней участвовал. Они подружились, поняли, что за машинами вообще, за автомобилем будущее. Еще Первой мировой войной так припахивало, но не пахло вовсю. В 911 году они открыли торговый дом Фалькевич и Древицкий и приняли в России, в Российской империи, генеральное представительство германского автозавода NAV, который выпускал такие малолитражки, они назывались «Калибри» и «Спербер». Ну вот, это был, правда, 911 год. Все было относительно благостно, хотя в России никогда ничего окончательно благостно не было, но времена были такие, что Россия и Германия были вполне себе взаимопроникаемыми, особенно на техническом, экономическом и культурном уровне странами. И, в общем, при этом торговом доме, который продавал машины, открыли техническую контору Фалькевича, там обслуживали, ремонтировали и помогали эксплуатировать автомобили. И располагалась она ровно там, в Кривоколенном переулке, дом 14. Но потом прибыль от торговли пошла как-то на убыль, а вот техническая контора, та, которой занимался Фалькевич, работать продолжала. Потом началась Первая мировая война. Это был страшный ужас, которого не переживала планета никогда до и не переживала после, до Второй мировой войны. В России случилась революция, но через несколько лет большевики поняли, что они и так просто не могут взять и ввести коммунизм. Им надо какое-то время дать частникам немножко еще пожить. И ввели новую экономическую политику, то есть НЭП. В этот НЭП инженер Фалькевич продолжал работать, и его техническая контора, которая занималась, помогала чинить и эксплуатировать автомобили, продолжала быть по тому же адресу. Только она снова перепрофилировалась из автомобильной индустрии, она переслась снова в кислородную, потому что Фалькевич вспомнил, что он был когда-то с владельцем того самого кислородного завода и вернулся к сжатому газу вновь. А потом такой трест под названием Гидроторф заручился помощью того самого завода Фалькевича и, в общем, начал получать госконтракты для решения энергетических проблем Советской Республики. И, наконец, в 1925 году, вот та самая вывеска в Кевоколенном переулке, которая, очевидно, появилась еще до революции, заводско-техническая контора инженера Фалькевича, ее сменила табличка сжатый газ, этот трест поглотил ту самую техническую контору в Кривоколенном переулке, и вся история инженера Самуила Фалькевича канула в московскую лету. Все на этом и завершилось. Ну вот, а потом все это штукатурили миллион раз. В какой-то момент штукатурка в 2015 году отпала, спустя почти сто лет после всех памятных событий, и за нее взялась труд коммуна вспомнить все. Таким образом, повторяю задание, как она звучала, однажды отделочный слой, не сумевшись держать себя, явил на москвича-москвича. Да, отпала штукатурка, мы узнали о том, что там есть Фальке или ВИЧ или Канто, какие-то буковки там были явлены. Этот москвич, утверждаю, я любил как минимум две вещи, сжатый газ и немецкие машины. Тоже с этим сложно поспорить. Человек, который совладел кислородным заводом и конторой по ремонту немецких автомобилей, говорит нам об этом. Об этой любви нам также сообщает. Чуть было не утерянное свидетельство. Имеется в виду та вывеска, которая вернула к жизни труд коммуна вспомнить все. Ну все. А там был закреплен кондиционер, действительно довольно мерзкий, который портит весь вид на этот дом и на эту чудесную вывеску под ним. Единственное, для чего нужен этот кондиционер, это для того, чтобы я закрепил на нем магнитик, что я и сделал. И второе, для чего нужен был этот кондиционер, для того, чтобы Сергей нашел магнитик, что он и сделал. Так что все сложилось. Вот такая история произошла в Москве 120 лет назад. И такая история случилась буквально на прошлой неделе, когда Сергей нашел наше сокровище. Итак, мы перемещаемся в следующий город, где спрятано новое сокровище нации. В этом городе мы еще особенно не бывали, особенно его не исследовали, но пришло время. Особенно трепетно это для меня, как для уральца и уроженца Екатеринбурга. Мы отправляемся в Оренбург, и там спрятано новое сокровище нации. СОКРОВИЩА НАЦИИ Итак, дорогие друзья, у этого оренбургского сооружения много тезок во всем мире. И да, здесь не сиживал Пикассо с Оренбургом. Здесь не водились средневековые духи старого Кракова, а под сводами не бунтовали трамписты. Но изящество у оренбургского экземпляра не отнять. Под табличкой с сухими фактами, расположенной поблизости, найдите магнитик, пришлите нам селфи с ним на фоне и ждите подарков. Мы благодарим Александра Данилина, оренбургца и слушателя «Серебряного дождя» за неоценимую помощь в упрятывании сокровища и в придумывании того самого места, где оно было спрятано. Ну, а я уже сочинял эту загадку. Итак, повторяю задание. У этого оренбургского сооружения много тезок во всем мире. И да, здесь не сиживал Пикассо с Оренбургом, здесь не водились средневековые духи старого Кракова, а под сводами не бунтовали трамписты. Но изящество у оренбургского экземпляра не отнять. Под табличкой с сухими фактами, расположенной поблизости, найдите магнитик, пришлите нам селфи с ним на фоне и ждите подарков. Вот так, дорогие оренбургцы. В качестве вознаграждения за найденный магнитик с вашим родным городом, который спрятал Александр Данилин, мы вам вручим два приза от наших друзей из издательства Альпина Нонфикшн. Об этих призах я непременно расскажу после того, как мы вернемся в эфир. Это только начало. Это только начало. Мы тут с Марией разговаривали о том, сколько же ехать до Оренбурга из Екатеринбурга. И я такой, ну, километров 400. Да, ты просто сказал, что это... Выяснилось, что почти тысяча. Я-то хотела предложить, что если бы было 400, то, может, можно сгонять на выходные из Екатеринбурга в Оренбург. Но, с другой стороны, нас можно слушать через приложение в любом городе, так что... О, Господи, вот я лох. Да, прилично, прилично. 924 километра, если просто сесть в машину и ехать. Как мне могло прийти в голову, что это всего лишь 400 километров? Простите. Явил вам тьму только что. Итак... Да вот давай про свет. Зато книги у нас... Про свет, да. Значит, повторю еще раз задание в Оренбурге. Мы там не вещаем в FM-диапазоне, ну и ничего. Мы зато вещаем там и везде, в Ютьюбе и через приложение. Нас можно слушать. Это не повод игнорировать замечательный город, связанный со всей новой историей России, и уж тем более с Пушкиным. Итак, у этого Оренбургского сооружения много тезок во всем мире. И да, здесь не сиживал Пикассо с Оренбургом. Здесь не водились средневековые духи старого Кракова, а под сводами не бунтовали трамписты. Но изящество у Оренбург... Но изящество у Оренбургского экземпляра не отнять. Под табличкой с сухими фактами, расположенной поблизости, найдите, пожалуйста, магнитик. Пришлите нам селфи с ним на фоне и ждите подарков. Две книги мы пришлем вам, если вы правильно определите, где распрятан магнитик в Оренбурге, приедете туда, найдете его и сфотографируетесь. И пришлете нам на номер плюс 7903-797-6333. Плюс 7903-797-6333. Забейте его в телефон, пришлите нам в WhatsApp фотографию с магнитиком, и мы вам пришлем первую книгу. Александра Соколова. «Странная обезьяна». Издательство Alpina Nonfiction. Это очень крутая книга, которая рассказывает о том, чем мы отличаемся от обезьяны. Понимаю, что вам зачастую на рабочей неделе кажется, что не все ваши коллеги и вообще собеседники отличаются от обезьяны. Но, тем не менее, процесс эволюции все-таки совершен и появился человек. Так вот, книга «Странная обезьяна» с подзаголовком «Куда делась шерсть?» и «Почему люди разного цвета?» объясняет такие вопросы, которые как бы лежат на поверхности, но вроде бы их уже даже неприлично задавать. Объясняет простым, очень внятным и очень доказательным языком. Сделал это Александр Соколов. Итак, вторая книга называется «Между Христом и Антихристом». Такое вот милое название. Тем не менее, она исследует картину знаменитой триптих «Поклонение волхвов» Иеронима Босха, который хранится в музее Прада. Написал эту книгу Михаил Майзульс, простите, историк-медиевист. Это человек, который получил премию «Просветитель» за книгу «Страдающие средневековье» в соавторстве с Сергеем Зотовым и Дельшатом Харменом. Так вот, эту книгу о Босхе написал господин Майзульс сам, тоже издал в Альпине «Нонфикшн». Это действительно триптих «Поклонение волхвов» Босха, и это одна из самых странных картин, когда-либо созна с человечеством. Вот об этих загадках и тайнах рассказывает этот довольно увесистый том, который мы тоже отправим в Оренбург к тому, кто все для нас сыщет. Повторюсь, что селфи со спрятанным магнитом необходимо прислать в WhatsApp на номер плюс семь девятьсот три семь девятьс семь шесть три три три. Я в конце нашего эфира, безусловно, повторю это задание. «О, пропагандисты! Доброе утро!» пишет нам Олег. «Вы без меня не грустите, я сегодня с Соловьевым в пятницу вернусь». Олег, загадочность вашего сообщения может сравниться только с поклонением волхвов Иеронима Босха. Поясните, если вы нам хотите о чем-то... Олег работает на два фронта, то есть и там, и тебе пишут. То есть, Олег, вы неверный, вы изменяете и там, и там. Вот. Я подумал, у меня есть еще два приза, но мы их не пошлем в Оренбург, потому что это, ну, довольно бессмысленно. Я бы хотел их подарить нашим слушателям в Москве. Этими двумя призами слушают два приглашения в разные музеи, таким образом вы серьезным образом себе скрасите. Чего? Не-не-не, нам написали, чем мы отличаемся от обезьян. Да, обезьяны лучше просто. Ну, кому как. Так, извините. Мне люди. Да-да-да. Так что в Москве? У меня есть два билета в музеи. Один билет в мультимедиа-арт-музей Москва, в Московский дом фотографии. Там идет одновременно сейчас шесть или семь выставок. Ну, вы знаете, что это блестящий музей на Остоженке. Новое классное здание, в котором просто очень приятно находиться. И всегда есть какие-то толковые выставки, которые обязательно надо посмотреть. Приглашение на два лица. Второе приглашение, которое я подарю нашему слушателю, чуть позже скажу, при каких условиях. Другое приглашение на вот только-только открытую выставку, о которой я хотел бы рассказать чуть подробнее. И расскажу, и сделаю это. Эта выставка открылась в Государственном историческом музее. Вот буквально на днях. Вчера она была открыта для посетителей. И вчера сразу же состоялось посещение первой тысячи посетителей. В общем, я думаю, что это будет настоящий такой музейный блокбастер московский. Очереди будут стоять во всей округе. Тем более, что округа самая замечательная. Итак, это Государственный исторический музей. Его филиал, который называется Музеем истории войны 1812 года, на площади Революции, прямо у станции метро Площадь Революции. А выставка эта Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания пинокотеки Тозио Мартиненго из Бреши, Италия. Настоящий подвиг совершили музейщики в условиях коронавируса и всей этой скучной ерунды. Переправили около 130 гравюр из Италии в Россию. Это первый раз была онлайн-отправка. То есть не было ни одного русского, который присутствовал бы в Италии при отправке этих гравюр. Не было ни одного итальянца, который бы принимал их в России. Не было никого, кто их сопровождал. Это беспрецедентно. И, наверное, впервые такое произошло в музейной практике, по крайней мере, в отношении Государственного исторического музея. Ну и сама выставка, безусловно, беспрецедентная для исторического музея. Не так часто там устраиваются. То есть, вернее, довольно часто устраиваются выставки изобразительного искусства. Но вот чего-то подобного не было уже давненько. Один из величайших художников в мире. Очень полное собрание его гравюр прибывает в Россию. Оно дополнено несколькими гравюрами из собрания самого исторического музея. И теперь выставлено нам всем на радость. Выставка сделана очень-очень круто. Я сейчас о ней чуть подробнее расскажу. Итак, кому же я отдам эти два приглашения? Кто же их получит? Кто в Москве пойдет все выходные бродить по музеям? Вдвоем с кем-то. Поскольку я, опять же, чуть позже расскажу о том, чем славен именно нам исторический музей. Я бы хотел... Вот были вы в историческом музее или не были, живете в Москве или не живете. Может, вы не были никогда в Москве. Но, безусловно, вы как-то... Случалось вам думать, может быть, часто, может быть, иногда, о России в контексте вещественной истории. Мне бы хотелось понять, вот, что... Какой из исторических артефактов, значимый, незначимый, ценный, неценный, драгоценный, недрагоценный... Может, он вам принадлежит, может, вы в каком-то музее видели. Вы больше всего ассоциируете с историей России. Вот скажите, история России для меня это... И продолжите. Корона ли это будет Российской империи? Будет ли это какая-нибудь затычка для бутылки, какая-нибудь ваша фамильная, которая лежит у вас сто лет в квартире? Может, это будет фотография вашей прабабушки? Может, это будет шкаф, который стоит у вас на даче? Может быть, это будет берестяная грамота, которую вы видели на какой-нибудь выставке или в каком-нибудь музее? Может, это будут какие-нибудь доспехи какого-нибудь русского богатыря, который сражался в какой-нибудь Куликовской битве? Что угодно. Что из исторических артефактов символизирует для вас историю России? Пришлите нам, пожалуйста, ваше сообщение на плюс 7903-797-6333. Мы отдарим вас приглашениями на все выставки в мультимедиа-арт-музее, которые будут там на тот момент, когда вы придете, и приглашением на выставку Альбрехт Дюрер, шедевры, гравюры и собрания пинокотеки Тозио Мардиненго Бреша Италия в историческом музее. Мы, конечно, с удовольствием передадим эти приглашения москвичам, но если вы в Москве не живете, просто в нее собираетесь, конечно, тоже участвуйте, мы вам пришлем почты, или просто, когда будете в Москве, заскочите к нам на радиостанцию, заберете приглашение и отправитесь в музей в любое свое посещение нашего скромного городишки. Итак, теперь чуть больше об историческом музее и Альбрехте Дюрере. Во-первых, с историческим музеем лично я давно дружу, так вот, да, имею право. А во-вторых, с историческим музеем дружат радиостанции «Серебряный дождь». И буквально с сегодняшнего дня еще одну программу, которую я имею честь вести на «Серебряном дожде», вместе с моим соавтором Сашей Запоевой, с сегодняшнего дня ее тоже поддерживает исторический музей, он стал спонсором программы «Ну да, Москва!» на «Серебряном дожде». Эксклюзивные, новые, свежайшие 10 выпусков, которые посвящены истории разных экспонатов исторического музея, тоже начнут выходить в эфир. «Ловите!» «Ну да, Москва!» в эфире «Серебряного дождя». Это совсем короткая программа, она вот так проскользнет, где-нибудь и не заметишь, но я все-таки рекомендую там к ней прислушаться. В этой программе мы рассказываем самые, мы вместе с Сашей Запоевой рассказываем самые крутые истории о Москве, смешные, трагические, поразительные, обыденные, самые-самые разные, и разбрасываем это в эфире «Серебряного дождя». А теперь это будут еще истории об экспонатах исторического музея, которые также связаны с историей Москвы и, в общем, пересекаются с сегодняшним днем. Это первое, за что мы, конечно же, очень благодарны историческому музею и любим его от того еще больше, потому что любое спонсорство, любое коммерческое участие в судьбе «Серебряного дождя» мы ценим исключительным образом и очень-очень любим всех, кто нам помогает. Теперь немного о выставке Дюрера. Действительно, совершенно поразительная выставка. Я был на открытии вот за день до вчерашнего общего открытия, и хочу сказать, что, ну, что, это совершенно беспрецедентное событие. Не знаю, было ли что-то подобное в стенах исторического музея, но в какой-то мере, наверное, нет, не было. Кто такой Альбрехт Дюрер, да, чтобы буквально в двух словах попробовать объяснить, что за такой художник явился к нам в Москву спустя полтысячи лет. Вот представьте себе рубеж веков, да, в район 1500 года. Это совершенно уникальное время в истории всей нашей цивилизации, всей нашей европейской, скажем так, цивилизации, но вообще это уникальное время для всего мира. Представьте себе, вот конец, там, 16 века, начало, простите, конец 15 века, начало 16 века, одновременно, одновременно по земле ходят Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи, ну, и вот такой ипозантный, самовлюбленный молодой человек из Нюрнберга по имени Альбрехт Дюрер. И это эпоха высокого возрождения, когда создается все новое искусство, все, на чем наша вся культура будет стоять, вот до сегодняшнего дня, до наших с вами времен. Мы все стоим на плечах именно этих гигантов. И человечество впервые, наконец-то, вздыхает после средневекового удушья. Наверняка медиевисты покривятся насчет моих слов, но не принижая достоинств средневекового времени, все-таки для культуры это времена, уступающие, скажем так, в ценности культуры возрождения. Впервые в мир врываются цвет, цвет, краски. А самое главное, на пьедестал встает не бог, не государство, не коллективная личность, а человек. Человек во всем своем великолепии, во всем своем убожестве, со всеми своими недостатками и со всеми своими неоспоримыми отличиями от предшествующих видов. И цивилизация переживает такой невероятный слом, судьбоносный переход из средневековья в эпоху Возрождения. Этот мальчик, этот юноша, молодой человек из Нюрнберга, Альберг Дюрер, занимает даже в это уникальное время свою уникальную позицию. Он одной ногой стоит в средневековье, и он средневековый человек, со всеми тоже предрассудками, верованиями, привычками. А с другой стороны, он попутешествовал по миру, съездил несколько раз в Италию, и он, конечно, сердцем, своим образованием, интеллектом, он в новом времени. И вот он так и живет между старым временем и новым, между вольной Венецией и строгим Нюрнбергом. Стоит двумя ногами и там, и там. Одной ногой и там, одной и там. А на фоне, что это Германия, она испытывает огромные потрясения на рубеже веков, ремесленники объединяются против буржуа, орды крестьян, звереющие от нищеты и голода, нападают на поместья и помещиков, свирепствует по всему, по всей Европе. Сифилис – страшная болезнь. Тех, кто не умирает от сифилиса, тех подхватывает чума. Ну и, конечно, люди, дожидаясь 1500 года, говорят, вот не зря кругленький год настает, кара небесная уже началась, а в 1500 году будет и вовсе апокалипсис. И вот представьте себе, вот на фоне всего, что я описал, так, по каким-то кочкам подскакивает телега, на которой сидит Альбрехт Дюрер с женой. Они погрузили свежеотпечатанные гравюры, такие небольшие листки бумаги, гравюры с меди, и они едут из Нюрнберга на ярмарку, чтобы их продавать. Жена будет стоять за прилавком, Дюрер будет где-то ходить рядом, может, выпивать с кем-то. Некоторые из этих гравюр, которые вот там будут проданы на ярмарке, пройдут через века, будут храниться то у одних хозяев, то у других. Потом попадут в город Бреши в Италии, а потом попадут к нам в исторические музеи. Это ли не чудо, друзья мои? Это ли не фантастическая история, как что-то, что случилось очень давно, довольно понятную, в какой-то мере нам понятную, очень драматическую эпоху перемен, дожило до другой эпохи перемен, в которую нам с вами пришлось жить. И теперь мы все можем просто прийти на площадь революции 2-3 и увидеть те самые гравюры, которые когда-то лежали в той самой телеге. Я хотел бы чуть подробнее остановиться на одной из них. Сделаю это сразу после того, как мы вернемся в эфир и зачитаю те экспонаты, которые вы предложили в качестве символов истории России. Я напомню, что самое классное сообщение, самое интересное сообщение о том, что же для вас лучше всего символизирует историю России, будет отдалено двумя билетами. Один в Мультимедиа-арт-музей Москва, другой в исторический музей, на ту самую выставку Дюрера, о которой я пою песни в нашем эфире. Не переключайте радио «Серебряный дождь». «История России» — это памятник тысячелетия России, пишет нам Евгения из Великого Новгорода, предупреждая тебя, что скоро приеду в Москву. Так что давай, давай. Так, думая о России, сразу всплывает образ... О, интересно, русская печь и соответствующая утварь. Да, но надо конкретное. Конкретики нет. История России для меня — это разбор происхождения выражения. Например, выражение «похерить» от слова «хер». И сразу такой тоннель в прошлое возникает. И я туда долго и радостно попадаю, как Алиса в «Стране чудес». Пишет Батима, кстати, красиво. Выставка открыта до 30 апреля в МАМ. Это только начало. Это только начало. Я Владимир Раевский. Мы тут говорим о дюрере и фантастической выставке в историческом музее, которая открылась вчера. Но прежде я хотел бы извиниться. Я получил сообщение. Доброе утро. Искусствовед Дельшат Харман, одна из авторов страдающего средневековья женщина. С уважением, Лена. Лена, спасибо вам огромное. Дельшат и Лена, я прошу у вас обеих прощения. Дельшат Дагановна, это дама. Я просто этого не знал и не понял по аннотации на обратной стороне книги. Прошу прощения, но я думаю, вы поймете, что я это сделал, конечно, не специально. Мы продолжаем получать сообщение о том, какой исторический артефакт для вас лучше всего символизирует историю России. Зачитаем их в новом часе, а вручим призы в конце всего эфира. Так вот, выставка дюрера. И о каком экспонате я хотел бы рассказать чуть подробнее, чем об остальных. Там больше 130 гравюр приехало из Бреши, и все они очень классно выставлены, очень классно освещены. Но там есть несколько моих любимых. Одна из самых моих любимых гравюр дюрера называется... Вы ее, безусловно, там увидите. Она такая яркая. Насколько может быть гравюра яркая, но она приковывает к тебе внимание моментально. И она со многими подтекстами. И так она называется «Мужская баня». Обычно эту гравюру ей поднимают на флаг те, кто хотят поспорить с историей. И говорят, что... Вот вы говорите, что в Средневековье не мылись. Мылись! Вот! Мужская баня дюрера в Нюрнберге. Мылись! Еще как мылись! Также я хотел бы сказать, что мое пристрастие к историческому музею не случайно. Мы также делали вместе с коллегами и товарищами трейлер для выставки дюрера. Поэтому много, что нам удалось изучить. Пользуясь случаем, хотел бы передать привет всем, с кем я работал над этим трейлером. В частности, Саше Запоевой, Стасу Федосову и Марии Горошко и Наталье Лебедевой. Они, по-моему, нас немножко слушают сейчас в эфире. Так вот, мужская баня. Нюрнберг. Обычно говорят, вот как-то не мылись. Еще как мылись! Но, во-первых, сама эта гравюра посвящена тому факту, что Эдиктом, то есть своим приказом городской совет Нюрнберга, годом ранее, накануне того, как была выполнена эта гравюра, в 1496 году именно то и сделал, что закрыл бани в Нюрнберге. То есть запретил фактически его горожанам вместе ходить в баню и мыться. Отчасти, конечно, эти бани дюрера, это такая ирония в отношении этого эдикта городского совета. Почему это было сделано? Тоже есть разные толки и разные суждения. С одной стороны, как я уже сказал, в Европе, особенно в Северной Европе, бушевал сифилис. И я уж там точно не знаю, как распространяется сифилис, кроме известного всем пути, как распространяется бытовой сифилис. Но наверняка не были те бани мужские каким-то царством гигиены. Может быть, они как-то способствовали распространению бытового сифилиса. Но, возможно, был еще один аспект, по причине которого были закрыты эти бани. И тоже, может, это было связано с венерическими болезнями. Дело в том, что во все века люди интересовались друг другом. Иногда это были люди одного пола. И было бы странно утверждать, что в конце 15 века в Европе не было гомосексуалов. Так вот, об этой мужской бане Дюрера многие говорят, что это одна из первых гомоэротических картин, вообще одно из первых гомоэротических изображений, созданных в Новой Европе, в Европе Возрождения. Дело в том, что действительно эта баня, она на открытом воздухе, что само по себе уже странно называть это заведение баней. Никто там не моется так, один из них. То есть там какой-то пейзаж просто. Да, там пейзажек городской, и стоят мужчины. Они все поглядывают друг на друга и соединены взглядами. Многие из них вполне возможно интересуются друг другом еще и в сексуальном смысле. Ой, как бы Володя выставку Дюрера не закрыли. Ну, на эту же мужскую баню можно смотреть как угодно, хоть вверх ногами и не видеть всего, о чем я говорю. Но то, что я утверждаю, это не то, что мои какие-то догадки. Я тут почитал кое-какие исследования. И не голословно, не просто так вижу, что два мужчины смотрят друг на друга. Я говорю, ага! Нет, дело в том, что... Ну, слушайте, на этой картине изображены довольно важные городские персонажи. В частности, двое Паумгартнеров, это такие влиятельные нюнбергчане, которые были спонсорами Дюрера в разные периоды его жизни. И там же запечатлен член городского совета, кстати, который, видимо, тоже участвовал в запрещении этой мужской бани. Это Пиркхаймер или Пиркгеймер, один из дружков Дюрера, Виллибальд Пиркхаймер, такой знатный горожанин, который тоже там изображен на этой картине с баней. И его Дюрер писал много раз. В частности, есть знаменитый его портрет, где там с краю по-гречески было написано такое выражение. Вот тут я действительно затрудняюсь, как бы его по радио произнести. Ну, по-гречески, в шутку как бы написано с кое-чем, в твоем кое-чем. Ну, правда, не хочу. Пусть каждый сам для себя представит, что там было написано. И многие думали, что это кто-то пошутил и какой-то там вандал просто взял Дюреровский рисунок и там это написал. Ничего подобного. Потом в Чикагском институте искусств провели экспертизу и выяснили, что это сам Дюрер и писал. Поэтому как он относился к своим друзьям, к некоторым особенно из них, это еще большой вопрос. И вот эта баня, в общем, если вы на нее посмотрите, вы увидите, что там связывают этих мужчин гораздо больше, чем, возможно, нам может показаться на первый взгляд. Так что заходите в исторический музей, посмотрите на мужскую баню и на 130 других гравюр, на которых, конечно, сюжеты не только те, о которых я сейчас упомянул. Мы вернемся в эфир после выпуска новостей от Игоря Наумова и продолжим разбираться в хитросплетениях человеческих историй. Да, и пишите, что для вас является символом России. Вот какой артефакт? Плюс 7903-797-6333. В WhatsApp, SMS-портал пишите. У нас очень много забавных фактов, от личных до государственных. Мы начнем читать их сразу после новостей.